Австрийский археолог и следователь феноменальных находок Клаус Донна с нетерпением ожидал везти из Вены, куда отправили шарик, спрятанный в каменной фигурке динозавра. Мне позвонили профессора и сказали, господин Донна, это какая-то злая шутка, потому что этот шарик сделан из хромированной стали, а хромированная сталь была впервые произведена в 1904 году. Я тогда позвонил профессору Петтани и спросил, не ошибся ли он, и действительно ли шарик находился внутри именно этой фигуры. Он моментально нашел рентгеновские снимки, которые были сделаны до того, как фигуру вскрыли, и доказал, что шар действительно находился внутри нее. Клаус Донна более 30 лет исследует артефакты, которые не поддаются объяснениям здравого смысла и исторической классификации. Эти артефакты просто не должны существовать в соответствии с официальной хронологией. Но их находят по всему миру. В конце 60-х годов, во время строительных работ в Колумбии, в горных районах, рабочие откопали несколько изделий из черного камня людита. Он почти такой же твердый, как гранит, но у него слоистая структура. С людитом очень трудно работать. Тем не менее, древним мастерам каким-то образом удалось изготовить из людита так называемый генетический диск. На нем есть тонко выполненная гравировка, изображающая разные этапы развития человеческого плода. И самое интересное, изображение человеческого оплодотворенного яйца и неоплодотворенного. Сперматозоиды. Их невозможно разглядеть невооруженным глазом. Только с помощью специальных микроскопов. Структура слоистая. Вы видите, что легко отщепить частицу. И поэтому, даже сегодня, обладая современными технологиями, было бы трудно вытащить такие изображения. Еще одна невероятная сенсация. В 1948 году в США при добыче раскололась огромная глыба угля. Каково же было удивление рабочих, когда внутри они нашли железный кубок. Возраст угольных залежей в этом месте в Иллинойсе 60-65 миллионов лет. И тут возникает вопрос, кто был способен 60 миллионов лет назад изготовить такой кубок? Возможно, человечество гораздо старше, чем считает официальная наука. В начале 20 века в штате Оклахома шахтеры, которые добывали уголь, прорыли глубокий тоннель. Под землей они обнаружили странную дверь, сделанную из 6-дюймовых каменных квадратиков, которые были отполированы до зеркального блеска. В 1892 году в штате Иллинойс была женщина, миссис Колб, которая хотела подкинуть кусочек угля в печку. Кусок был большой, поэтому она разломала его пополам. А внутри неожиданно обнаружила золотую цепочку 8 дюймов в длину. Этому углю около 300 миллионов лет. Но неужели в столь глубокой древности на земле жили не только искусные ювелиры, но и создатели компьютерной техники? В 19 веке на затонувшем древнем судне недалеко от греческого острова Антикитера нашли механизм, который содержит большое число бронзовых шестерен в деревянном корпусе. Есть на нем и циферблаты со стрелками. Математик Дерек де Солла Прайс сделал рентгеновские снимки механизма и был поражен открытием. Прибор состоял примерно из 70 разных деталей. Что же это такое? Исследователи провели реконструкцию и предположили, что это нечто вроде вычислительной машины. Звездный компьютер древности и GPS-навигатор. Кроме того, это еще и календарь. Это очень сложный дифференциальный прибор. Подобные в 19 веке запатентовали. Эти технологии применяют в автомобилях. Каким образом это могло быть у них более 2000 лет назад? Это до сих пор остается загадкой. По всему миру археологи и геологи находят странные артефакты, которые свидетельствуют о применении высоких технологий в древности. Лингвисты, изучая древние тексты, читают поразительные инструкции. Но почему же даже сейчас у нас нет подобных технологий? Мы их утратили? Или еще не изобрели? Но находки явно доказывают существование в древности высокоразвитой цивилизации, которая обладала удивительными знаниями. И похоже, она процветала до глобального планетарного катаклизма, который мог отразиться в древних текстах как «великий потоп». В 1984 году в Эквадоре, в Ламане, при работах по добыче золота была найдена пещера. И в этой пещере находились более 300 объектов, которые совсем не соответствовали доколумбовой культуре. Самое интересное из них – 350-килограммовый гранитный камень, на котором выбита карта мира от северного до южного полюса. На этой карте можно различить Италию, Грецию, Средиземное море. Однако там, где сегодня находятся Япония и Тайвань, раньше простирался длинный континент. От самого северного японского острова, сегодняшнего Сахалина, до Тайвана. Индия на каменной карте гораздо больше, чем сегодня. Всю карту пересекает белая кварцевая линия, начинающаяся на Ближнем Востоке. В Атлантическом океане она пересекает некий континент, которого сегодня не существует. Возможно, это и есть легендарная Атлантида. А если здесь изображены континенты, которые сегодня не существуют, как этот континент в Атлантическом океане, этой карте должно быть по меньшей мере 12 тысяч лет. И тогда возникает вопрос, кто мог в то время создать на камне такую совершенную карту мира? Директор научного центра фундаментальных исследований в области естествознания Александр Калтыпин не раз задавался подобными вопросами. Кто создавал мегалитические сооружения? Какие технологии использовали? Но главное, когда были построены древние города? Александр Викторович исследовал множество древних построек в Израиле и Турции. Посетил много подземных сооружений и пришел к неожиданному выводу. Возражение ученых, что до нашего человечества ничего раньше на Земле не было, что человек образовался из обезьяны примерно 2 миллиона лет назад, человеческая цивилизация начала развиваться 200 тысяч лет назад, а современный человек последние несколько тысяч лет ничего общего с действительностью не имеет. Руины древних образований рассказывают совсем другую историю. Анализ отложений позволяет установить примерный возраст их возведения. Минимально этим образованием 500 тысяч лет, а скорее всего более миллиона лет. Получается, что уже тогда обитатели нашей планеты были способны строить грандиозные города. Как же выглядели допотопные сооружения? В Турции археологам и геологам удалось спуститься на глубину более 80 метров и исследовать часть этих городов. Их площади занимают десятки квадратных километров. Подземные переходы к галереи ведут из одного города в другой. Высота некоторых залов достигает 30 и более метров. Много правильной формы подземных залах, в которых высечена в скалах колоннада с идеальной формой огранки. Какие-то подземные троны. Много шестобарельефов, которые изображают символы Солнца. Высеченные кресты. И все это переходит плавно, постепенно в наземный компас. Если под ним стоит вот такой вот менгир, как я показывал вам снимок, и внутри вот какие-то системы дыр, которые усиливают, действительно, может, это какое-то оружие было. Или какой-то поток космической энергии, который выполнял какие-то функции. Сооружения, которые там 2000-3000 лет, даже 4000 лет до нашей эры, они настолько примитивны, из глины слеплены кирпичи, глинистым цементом заделаны, просто даже их сравнивать нельзя. Однако не только археология опровергает наше представление об истории. Немало загадок оставили в наследство алхимики. В учебниках они называются первыми средневековыми учеными. Алхимия окутана туманом мистицизма. Описание химических процессов похоже на сказку, где в смертельную схватку вступают разноцветные хищные звери. Представьте себе химическую реакцию, которая описывается образами драконов, один из которых поедает другого, потом появляются змеи и так далее. Если не знать этой символики, понять ничего невозможно. О значении символов алхимики рассказывали только своим ученикам. Вот превращение вот этих вот звероподобных веществ наименований – это была стилистика речи алхимика. То есть, как говорили алхимики, говорили на таком странном, эзотерическом, тайном языке. Вот. И поэтому расшифровка алхимических текстов бывает довольно трудна. Главный секрет алхимиков – процесс превращения обыкновенных металлов в драгоценные золото и серебро мы можем прочитать, но не понять. Эта тайна так и осталась нераскрытой. Удалось ли кому-то изготовить квинтэссенцию алхимической трансмутации – философский камень? Действительно ли он обладал способностью облагораживать металл? У них была такая вечная цель, например, получить золото из несовершенного больного металла. Таким лекарством мог послужить философский камень, созданный из соединения ртути и серы. Но это были непростые химические элементы. Какой-нибудь свинец, какой-нибудь медь и так далее, его надо было вылечить. И для этого придумывались всякие медикаменты. Они умели смешивать настоящую ртуть и прибавлять к нескольким унциям ртути или серы несколько унций злости или любви. Понимаете? Смешение реальности и виртуальной реальности – это для них было важным делом. Кому из известных алхимиков удалось создать философский камень? Николя Фламель, знаменитый алхимик Средневековья, работал переписчиком рукописей и большим состоянием не обладал. Однако известно, что ему в руки попала важная алхимическая рукопись. Фламель якобы ее расшифровал и после многочисленных опытов получил философский камень. В конце жизни он разбогател. Разбогател, по-видимому, колоссально. Источник доходов его неизвестен. Но как он их употребил? Он возводил больницы, ремонтировал кладбище, обустраивал кладбище. То есть старался делать то, в чем нуждаются самые, может быть, нуждающиеся из людей. Однако никто не должен был использовать философский камень для личного обогащения. Таковы принципы светлого алхимика. Средства, которые он заработал, должны быть направлены на благие цели. Английский медиум, мистик и алхимик Эдвард Келли, видимо, забыл об этом. Он внезапно разбогател и стал тратить деньги на пышные обеды в Праге при дворе императора Рудольфа II. Эти сумасбродства надоели Рудольфу, и он заключил Келли в тюрьму. При попытке бежать, алхимик погиб. Но как же Келли удалось получить несметные богатства? Эдвард Келли всю жизнь мечтал о философском камне. И просил у ангелов только одного, чтобы они ему открыли секрет камня. Он понимал, что человек не в состоянии открыть эту вещь. Он надеялся на ангелов, с которыми общался. Не только алхимики обращались за помощью к неким существам, обладающим сверхъестественными возможностями. Согласно древним текстам, египетская богиня Исида тоже просила ангела раскрыть тайну получения золота. Ангел говорит, что откроет тайну, но не ранее, чем она вступит в близость с ним. Дальше идут различного рода хитросплетения, так сказать, с обоих сторон. Ангел, в конце концов, раскрывает эту тайну, которую Исида передает гору. Способны ли современные ученые продолжить эксперимент алхимиков? Создать философский камень и превращать обыкновенные металлы в золото? Я думаю, что чудеса такие, в принципе, могли бы быть. Если считать алхимию предшественницей ядерных превращений, если считать, что любой металл можно превратить в другой с помощью обстрела его ядра и так далее, можно, в конце концов, дойти до золота. На это золото будет дороже той энергии, которая на это затратила. Предназначение философского камня состояло не только в получении золота. Он мог послужить универсальным лекарством. Его раствор, так называемый «золотой напиток», должен был исцелять все болезни, омолаживать старое тело и удлинять жизнь. Удалось ли алхимикам создать эликсир бессмертия? Они все время приближались к цели, находились без пяти минут от вечности, без пяти минут, но никогда не ближе. И на этом останавливались, поскольку у них ничего не выходило. Однако есть данные, что Раймонд Лули, испанский ученый и алхимик, рыцарь и монах 13 века, продвинулся по пути бессмертия. Легенды гласят, что он создал чудодейственное средство, которое исцеляло от душевных и физических скорбей. Те, кому посчастливилось видеть эликсир, говорили, что он похож на порошок, сияющий как радуга на небе. На поиске философского камня Раймонда подвигла любовь к замужней синьоре Амброзии Ди Костелло. Он был сражен красотой дамы, но она не отвечала взаимностью. Рыцарь настаивал, тогда Амброзия написала ему письмо, «Чтобы ответить должным образом на любовь, которую вы называете божественной, сверхъестественной, я должна быть вечной». Говорят, что существует эликсир, дарующий бессмертие. Найдите же его. И после того, как будете уверены, что нашли, приходите ко мне. И в тот же миг я буду вашим. Всю последующую жизнь Раймонд Лули посвятил открытию древней тайны. Через 30 лет в дом Амброзии Ди Костелло пришел старик. В руках алхимик держал чашу, наполненную блестящей красноватой жидкостью. Амброзия задумалась. Скажите, а ваш эликсир дает только бессмертие или возвращает молодость? Только бессмертие, ответил Лули. За эти годы Амброзия утратила молодость и красоту. К тому же ее мучила страшная болезнь. Она не видела смысла продлять земные муки. И ее ответ рыцарю был ожидаем. Простите же меня. И дайте мне принять то, что я должна пережить. И обрести вечную молодость. На небесах я не хочу оставаться прикованной в этом состоянии к тому, что вы называете жизнью и бессмертием. Лули разбил чашу с эликсиром. И остался в монашеском одеянии при ложе умиравшей Амброзии де Костелло. Вскоре она скончалась. Сам алхимик прожил долго. Как гласят средневековые легенды, не раз он стоял перед лицом смерти. Но творец, протягивавший ему руку помощи, всякий раз в ужасе отдергивал ее. В конце концов, Раймонду Лулию были дарованы прощения и смерти. Но ведь алхимия появилась гораздо раньше. Кто же был родоначальником этой науки? Тут мы подходим к самой главной тайне. Кто изобрел алхимию? Алхимию придумал Гермес Трежды Величайший. Он же Гермес Тресмегист. Или египетский бог Тот. Реальное историческое лицо. Доказательство существования Тота Гермеса находится в Берлинском музее. Это Весткарский папирус. Где рассказывается, как фараон Хеопс искал ковчег мудрости Тотта. Согласно легендам, Тотт Гермес был обожествленным царем Египта. Он почитался как бог мудрости, покровитель наук, песцов, священных книг, создатель календаря. Куда же исчезла книга Тотта? Это знаменитое произведение, выбитое на 78 золотых пластинах, на которое ссылалось множество древнегреческих ученых. Неужели книга, раскрывающая тайны управления различными энергиями, тайны власти над землей, океаном и небом, тайны сверхспособностей, как описывали ее историки, бесследно исчезла? Считается, что египтяне, предвидя конец своей цивилизации, скрыли эту книгу. И скрыли весьма хитроумно. Есть версия, что книга Тотта представляла из себя рисунок. Египетские жрецы разделили его на ряд образов. Считается, что 78 карт Таро произошли от 78 золотых табличек, страниц книги, написанной Тоттом Гермесом. Одна из версий происхождения Таро говорит о том, что это наследие древних цивилизаций, кладами которых пользовались, в том числе, как и египетские жрецы, и что карты Таро – это как бы библиотека этой жизни, библиотека мира. В преданиях тайных рыцарских орденов упоминается о том, что 22 картины старших арканов Таро были изображены на стенах 22 комнат некоего египетского храма, в которых ученики жрецов проходили посвящение. Есть такое предположение, что как раз от древних цивилизаций до нас дошло только изображение старших арканов. То есть изображение основных космических часов, влияющих на жизнь человека, то есть периодов, когда, что и как. Предание гласит, что тот Гермес обладал наследием погибшей цивилизации Атлантиды. Он же был и строителем Великой пирамиды в Гизе. В ней он зашифровал свое знание древней мудрости и спрятал летописи древних атлантов. Этот бог был автором 36 тысяч книг, посвященных магии, астрологии, алхимии и медицине, важнейшей из которых является знаменитая изумрудная скрижаль. Это заповедный текст для алхимиков всех времен и народов. Значит, этот текст выбит на могиле Гермеса, на предполагаемой могиле Гермеса Трисмегиста, близ Хеброна. Изумрудные скрижали Гермеса Трисмегиста были переведены доктором Мурисом Дориалем и опубликованы в 30-й годах 20-го века. Там сказано «Я тот атлант, господин таинств, хранитель летописей, могущественный владыка, маг, живущий из поколения в поколение, в преддверии ухода в залы Аменти, дабы указать путь для тех, кто придет после, передаю эти скрижали могущественной мудрости великого атланта». Трисмегиста говорил, что это были атланты, что атланты были учителями египетских жильцов, а Египет тут считается родиной Таро, ну, по крайней мере, родиной той информации, той философии, которая сейчас нам уже известна под видом там карты Террисома Тарта. Кто такие были сами атланты? Ну, есть несколько вариантов. Может быть, это была предыдущая цивилизация Земли, может быть, это были какие-то пришельцы, каким-то образом попавшие на Землю, ну, со своими инструментами, со своим большим объемом знаний. Какие следы присутствия атлантов сохранились до нашей дни? Большинство исследователей древности склоняется к версии, что они обладали не только сверхспособностями и супертехнологиями, но и высоким ростом. А доказательств того, что когда-то по Земле ходили гиганты, достаточно. Так в Боливии обнаружены скелеты людей, рост которых составлял 2,5 метра. В древних документах историков времен конкистадоров, например, у Кьеса де Леоне, можно прочесть, что на побережье провинции Эсмеральда в Эквадоре находили человеческие скелеты размером в 5 раз больше обычных. Эти мы нашли в Эквадоре. Частицы костей человекообразного гиганта, рост которого, исходя из размеров этих костей, должен был составлять примерно 7 метров 60 сантиметров. Это человеческая пяточная кость. Часть отколота. Ни одно животное, включая обезьян, не имеет костей такого рода. И вторая часть, которую можно идентифицировать, затылочная кость, нижняя часть черепа, выглядит она точно так же, как и у нас, людей, отличается лишь размером, она в 5 раз больше. Еще одна интересная находка из Эквадора. Внимание исследователей привлекла пирамида высотой 27 сантиметров, изготовленная из тяжелого серого камня. На пирамидке 13 ступенек и необычный глаз. Вмонтированный глаз при нормальном освещении серый, но если на него направить ультрафиолетовый свет, то глаз загорается ярким светом. Мне кажется, это напоминает ту картину, которую видишь в сильный телескоп, наблюдая созвездие. Из-за этого явления глаз назвали глазом Божьим. На дне пирамидки надпись, которая обрамляет золотое изображение созвездия Ориона. Перевод этих знаков, согласно президенту немецкого лингвистического общества Курту Шильдману, звучит так. Сын Творца идет. Надписи на пирамидке с глазом напоминают письмена на дощечках Ронго-Ронго с острова Пасхи и тексты Мохенджо-Даро. Также похожие знаки обнаружились на камнях в Колумбии, в США, во Франции, на Мальте, в Австралии и на керамических пластинах в Италии. Мы предполагаем, что это свидетельство существования неизвестной древней цивилизации, либо каких-то глобальных контактов. Иначе невозможно объяснить существование этих камней и керамических листов с одинаковой надписью на разных континентах. В мифах многих народов также рассказывается о богах, спустившихся на Землю с небес. По утверждениям шумерских текстов, примерно 450 тысяч лет назад с планеты Нибиру прибыли сознательные существа-аннунаки. Почитайте древние тексты, например, Ингийский эпос, или даже Библию, или Самарийские тексты, в которых говорится об аннунаках. В Библии упоминаются так называемые нефилимы, древние гиганты. В книге Бытия говорится о том, что сыновья Божьи спустились к людям на Землю. Они были либо людьми огромного роста, либо представителями иных миров. Часто отмечается, что у них была большая продолговатая голова. Черепа такой формы археологи находят по всему миру. Некоторые из них были деформированы искусственно или врожденно. Но есть вытянутые черепа, которые красноречиво говорят об их нечеловеческой природе. Так что же это за яйцеголовые существа? Самую интересную находку, связанную с длинными черепами, мы сделали во время нашей первой поездки в Южную Америку, в Перу. В маленьком музее в городе Икка, носящем название «Богатство Девы Марии», были экспонаты невероятной длины черепа. Посреди них были черепа, форму которых, и это подтвердили мне эксперты, невозможно объяснить лишь искусственным удлинением. Они в два раза длиннее, чем обычные человеческие черепа. И это абсолютно исключает искусственное удлинение. Предположительно, задолго до аннунаков на Земле побывали другие боги. Русский художник, философ, мистик, писатель, путешественник, археолог и общественный деятель Николай Рерих четко определил дату, когда на нашу планету прилетели пришельцы. Век господства мезозойских чудовищ, динозавров. То есть это было пришельцы, Землю посетили первые белые боги, он их называл сыны мудрости, 65 или более миллионов лет назад. Рассказы о белокожих пришельцах-полубогах встречаются в мифах и легендах народностей Южной и Центральной Америки. В Перу творца мира, людей и всех живых существ называют Веракоча. Мексиканского близнеца Веракоча звали Кецалькуа, или пернатый змей. Он считался великим богом света, образования и культуры, автором законов и календаря. В альпийских сагах можно встретить описание, что народ, который там обитал, Камоник, воевал с соседями, с греками. И что им помогали существа с орлиными крыльями, которые спустились с небес. И самое удивительное, что подобные легенды есть в Китае про Чикунга. Эти народы имеют мало общего, а рассказывают одинаковые легенды. И это только теория, но все указывает на то, что действительно речь идет о гостях из космоса. Но вот еще один аргумент в споре. Кем же были высокоразвитые обитатели доисторической земли? Атлантами или пришельцами? В Южной Америке обнаружены разнообразные керамические фигуры, возраст которых около двух с половиной тысяч лет. Подобные же найдены и в Японии. Им примерно шесть тысяч лет. Это керамические фигуры, которые выглядят так, как если бы на них были надеты скафандры. С огромными очками на глазах. И это объекты, сделанные многие тысячи лет назад. Глядя на них, возникает вопрос. Кто это? Космонавты или водолазы? А кто изображен на 24 тысячах скал и каменных глыб в Валькамонике в северной Италии? Там найдено около 350 тысяч рисунков. Среди них встречаются изображения необычных существ в шлемах. Эти фигуры кажутся парящими, эдакие космические путешественники. Но рисункам в долине Валькамоника 5-10 тысяч лет. И по нашим представлениям в то время не могло быть космонавтов. В Мексике археологи нашли альмекскую 17-сантиметровую фигурку. И на ней классический шлем, костюм. Он выглядит абсолютно как космонавт. Археологи говорят, это якобы шаман или бог Ягуар. Но ведь мы не знаем, кем был этот бог Ягуар. Если есть костюм космонавта, значит должен быть космический корабль. Каким же образом боги перемещались? Многие народы слагали о летательных аппаратах своих богов легенды и сказки. Практически каждый бог прилетал на огненной колеснице. Скорее всего это нелогично. Скорее всего это было на самом деле, это отражение какой-то реальности, которая была в то время. Древние люди были свидетелями таких явлений и они описывали это все в своих сказаниях или в каких-то древних текстах. В древней Индии были известны летательные аппараты виманы. Индийский исследователь Канишк Натхан писал, что виманика шастра – это древний санскритский текст, который описывает технологию, находящуюся далеко за пределами науки того времени. Древний текст содержит формулы металлических сплавов, керамических материалов и стекла, которые использовались в изготовлении летательных аппаратов. У великого древнеиндуистского царя по имени Шалва был необыкновенный воздушный корабль. Он получил этот корабль от внеземных цивилизаций. Царь Шалва использовал НЛО или космический корабль, который он получил от инопланетянина, для атаки города под названием Дворака. Этот город до сих пор существует в северо-западной Индии. В этом документе говорилось, что одним из оружий у этого короля было что-то похожее на вспышку молнии. Часть города была разрушена этим энергетическим оружием. Также в тексте пяти тысячелетней давности говорится, что этот космический корабль мог появляться в нескольких местах одновременно. Его движения были описаны как движения бабочки. Это странным образом напоминает сегодняшние рассказы людей, наблюдавших НЛО. Однако атланты тоже могли похвастаться подобными достижениями науки и техники. Предположительно, в Атлантиде, как и в Древней Римской империи, были летательные аппараты. Высокие технологии, электричество, металлы и машины, которые позволили им создать эти воздушные суда. В империи Рамы, как указывается в Рамаяне, и других текстах, написанных на санскрите, эти летательные аппараты назывались виманами. В Атлантиде, как предполагается, они назывались вайликси. Американский пророк Эдгар Кейси из своих видений узнал, что в Атлантиде были самолеты. Также он говорил об огромных, мощных, внушающих ужас кристаллах, которые вырабатывали энергию. Кристаллы передавали энергию прямо в атмосферу, и эта энергия могла питать двигатели летательных аппаратов. Возможно, эти кристаллы были установлены на вершинах гигантских пирамид, таких как пирамида Хеопса, и направляли энергию в воздух. Древние боги обладали невероятными познаниями и, судя по описаниям, были всесильными. То, что они творили, было чудом. Здесь я могу привести цитату известного писателя и ученого Артура Кларка, который сказал, что любая достаточно развитая технология почти неотличима от магии. То есть понятно, почему наши предки принимали этих инопланетных существ за всесильных богов. Знаниями и навыками боги делились с людьми. Они принесли на Землю все ремесла и науки, необходимые для перехода к цивилизованной жизни. Были отцами математики, металлургии и астрономии. Были блестящими строителями, которые научили людей секретом каменной кладки и архитектуры. Есть версия, что они же наделили людей сверхъестественными способностями. Человек был создан со способностями общаться с богами, жить в гармонии с природой. А поэтому человек мог и левитировать, и читать мысли, и обладать какими-то знаниями, и перемещаться в пространстве. И описание вот этих способностей мы находим в древних текстах. Не только в мифологии, но и даже в древних текстах, в научных текстах, где описаны вот эти способности. Потом вдруг боги исчезли, а вместе с ними пропали и знания. Что же произошло? Быть может, представители высокоразвитой цивилизации погубили себя сами? Ведь в древних индийских эпосах говорится о том, что разные народы вели разрушительные войны и использовали оружие, схожее с ядерным. Когда археологи вели раскопки в Мохенджо-Даро, древнем городе, расположенном на территории современного Пакистана, то обнаружили, что мертвые люди лежали прямо на улицах. Город был разрушен оружием, таким же, как, например, нейтронная бомба. И все жители города погибли. Речь идет о том, что в определенное время в прошлом могла идти мировая ядерная война. И Атлантида, расположенная в Атлантическом океане, государство Центральной Америки, а Сирийская империя Средиземноморья и империя Рамы в Древней Индии вели друг с другом войны и использовали в них свое оружие. Возможно, всему виной глобальные катаклизмы. Легенды о всемирном потопе имеются у многих народов, населяющих различные части земного шага. Вот как писали об этой катастрофе в древнем индейском эпосе «Попа-Львух». «Смола и деготь лились с неба, земля погрузилась во мрак, днем и ночью шли сильные дожди». Об этой катастрофе можно много говорить, потому что ее описывают все предания. И события произошли тогда действительно грандиозные, потому что, согласно Хопе, земля сошла со своей орбиты, дважды перевернулась в пространстве, ее земная ось изменилась с вертикального до горизонтального, одна половина была погружена во тьму, другая была светлая. В рукописях Древней Мексики сохранилось предание о всемирном потопе, уничтожившем на земле неугодную богу расу великанов. Все люди превратились в рыб, за исключением одной пары, спрятавшейся в ветвях дерева. Интересно, что во всех легендах о потопе у жителей Нового Света упоминаются землетрясения и извержения вулканов. Не считая Библии, написано у шумер, у южноамериканских разных племен, много чего написано именно об этом событии, которое произошло неожиданно для инопланетян. И, по сути дела, у них были здесь какие-то станции слежения, у них были какие-то здесь вообще сооружения, была техника, которую они завезли, у них были роботы, которые им помогали в их нахождении здесь. И вот все это залило, и все это пропало. Но так ли бесследно пропали все плоды их трудов? Высокотехнологичное оборудование, летательные аппараты, мощнейшее оружие. Или после катастрофы часть имущества удалось спасти и надежно спрятать? Какие уголки земли пострадали в результате катаклизмов менее всего и могли стать надежным укрытием? В один момент этой катастрофы условия на Земле были такие, как на Венере сейчас, то есть она была нагрета до порядка 300-400 градусов, и жизнь спаслась только под землей. Почему так много подземных сооружений? Древние предания говорят, что в Гималаях есть легендарная страна Агарти, где в пещерах сокрыта совершенная военная техника древнейших цивилизаций. Кто сможет ее найти и использовать, тот покорит весь мир. Только вот добраться туда очень сложно. Некоторые исследователи полагают, что Агарти не существует в физическом смысле. Возможно, Агарти находится в параллельном мире, обитатели которого недоступны нашему взору. Ведь мы созданы так, что можем видеть только в трехмерном пространстве. Но мы можем чувствовать или можем с помощью каких-то приборов фиксировать проявления других сущностей или проявления тех же богов, которые находятся совсем в другом пространстве или в совсем другом измерении. Поэтому надо полагать, что и Агарти, и Шамбала мы как физические объекты вряд ли в ближайшее время найдем. Сергей Волков, известный путешественник, участник многочисленных экспедиций на восток, пытался найти вход в страну Агарти. Длительное время поиски велись в Монголии. Там на стенах пещер нашли изображения летающих драконов, людей то ли с рогами, то ли с антеннами и рисунок большеголового алмаза. Местное население рассказало, что так называются и так выглядят подземные жители. Есть свидетельство и в сокровенном сказании, когда войска Чингискана шли Кунь-Луню, они встретили народ, который ушел под землю. То есть в древних текстах очень много рассказов и свидетельств о том, что люди жили в пещерах. И связано это с мифом о Агарти, о подземном каком-то царстве, которое связано длинными туннелями и на машинах неизвестных человечеств они сообщаются с разными континентами. Затем поиски Агарти привели Сергея Волкова в западный Тибет. Участники экспедиции оказались в местах, которые до этого времени европейцам запрещали посещать. В загадочном пещерном городе Кунь-Лунг-Нукара в одной из пещер были обнаружены корзины, заполненные древними манускриптами. Причем надписи выполнены цветными чернилами, которые не расплываются. Пока эти тексты не переведены, но возможно они доказывают существование высокоразвитой цивилизации. Уникальное место в том плане, что там до сих пор археологи всерьез не работали. То есть там идешь по пещерам, на некоторых где там сильно над ногами пустота чувствуется. То есть есть пещеры, которые имеют двойные стены. Есть пещеры, где еще лежат артефакты. То есть там можно найти сейчас полностью пещеры, которые завалены глиняными цацами. Цацами это глиняные барельефы, разумеет им бурдийских божеств. Не исключено, что Кунь-Лунг-Нукара является столицей мистической древней Шамбала. Некоторые полагают, что Агарти и Шамбала разные названия одной и той же подземной страны. Но не все исследователи с этим согласны. По преданию, в незапамятные времена в пустыню Гоби упал дар Ориона на Белый остров. То есть остров цветов, Белый остров. И там была основана община мудрецов, которая разделилась в истории на два пути. Путь правой руки, это вращение по часовой стрелке, символ свастики, концы которой расположены влево, избрала себе Агарти. А путь левой руки, которая вращается против часовой стрелки, против часовой стрелки, это свастика правосторонняя, символ Шамбалы. По мнению Сергея Волкова, отличие в том, что Агарти следует законам природы. А путь левой руки, это подчинение природы и человечества своей воле. То есть Агарти – белая магия, Шамбала – черная. Получается, что Агарти – сокровенный центр, который по отношению к человечеству гуманнее и добрее. Пока вход в эту страну Сергей Волков не нашел. В Тибете большое количество пещерных городов, которые до сих пор не исследованы. Китайские военные не допускают туда ученых. Видимо, есть что скрывать. Просто это стратегические объекты, и в силу разных причин их скрываются. Вот, действительно, земля изъедена этими туннелями. И, может быть, и правда там летательные эти аппараты, которые время от времени появляются, и которые многие видят, вылетают из-под земли, действительно перемещаются по этим туннелям. Название Агарти не случайно в переводе с санскрита обозначает «неуязвимое». Якобы всемогущие мудрецы еще тысячелетия назад сделали пещеры невидимыми и создали стену психологической защиты. Они предвидели, что скрытые под землей смертоносные запасы оружия древнейших цивилизаций будут манить завоевателей. Что же это за способы защиты от нежеланных гостей? Была одна экспедиция очень интересная. Мы были по пещерам, и вот потом, когда мы на память фотографируемся, возникает шар. Вот эти шары были и в Тибете, и были в Губе. Интересно то, что вот эти светящиеся блаждающие огни, дважды, которые я близко с ними контактировал, нагоняют страх, первое, что я заметил. Реальный причем страх. Эти светящиеся шары ведут себя так, словно обладают разумом. Они проявляют интерес к людям, приближаются к ним. Буддисты предостерегают ни за что не входить в контакт с этими сущностями. Увидев их, падать ниц и просить защиты у матери земли. Николай Рерих поведал, что способы защиты сакральных мест могут быть различными. От ядовитых газов, вырывающихся из трещин в камнях, до защитных экранов. Когда люди приближались к таким, то ощущали нечто вроде удара невидимыми лучами. Если же настойчивый путник не отступался от своего желания, то на него насылались сильнейшая головная боль, страх или полное равнодушие к цели своего путешествия. Надо полагать, что там действительно существуют разумные существа, обладающие огромными знаниями, которые охраняют эти знания. Однако праведникам и духовным учителям открыт путь в эти пещеры. Они-то и поведали миру, что техника, храняющаяся там, находит применение, но в мирных целях. Быть может, человечество получит доступ к знаниям, когда будет готово использовать их в разумных пределах и только на благо. Есть предсказание Падмасамбхавы. Это очень уважаемый кибетский учитель, который предсказал, что придет время, когда будут скрытые пещеры, в которых для потомков спрятаны тертоны, это называется так. То есть будут специально люди, которым судьба доверит нахождение вот этих схронов пещер, которые были замурованы. Некоторые исследователи, рассуждая об утраченных знаниях, высказывают другие версии. Якобы представители внеземных цивилизаций выполнили свою миссию на Земле, создали все живое, использовали людей в своих целях, а потом улетели. Разумеется, знания забрали с собой. Они сделали свое задание, они выполнили работу, они собрали необходимое количество топлива, то есть лития, и, как говорится, выполнили свою работу. И, как говорится, прилетел корабль, они его встретили, они на него сели, и, как говорится, кого-то из того, кто, может быть, из приближенных к ним, они тоже с собой забрали и улетели. Судя по фактам появления НЛО в воздушном пространстве Земли, боги могут до сих пор наблюдать за нами со стороны. Чем завершится этот грандиозный эксперимент? Деградирует ли человечество? Или встанет на путь духовного развития? Не исключено, что они незаметно вмешиваются в историю и иногда корректируют наши действия. Возможно, чтобы мы не загубили плоды их трудов тысячелетней давности. Случилось это очень давно. Когда Люцифер восстал против Бога и был низвергнут с небес, из его короны выпал камень Агат. Долгое время носился этот камень в пространстве, но в тот момент, когда на свет появился младенец по имени Иисус, Агат упал на землю. Свалившийся с небес камень подобрали ремесленники и сделали из него сосуд, получивший название Грааль. Однако до сих пор неизвестно, что это такое на самом деле. Кто-то видит в Граале некий таинственный кристалл Ориона, внешне похожий на кубок, и не весть, откуда оказавшийся на нашей планете. Другие утверждают, что это чаша, в которую тайный адепт учений Христа Иосиф Аримафейский собрал кровь Мессии во время распятия. Третьи считают, что Грааль имеет отношение к тайной вечере, где апостолы принимали причастие, то есть пили вино из емкости, внешне походящие на чашу, словно кровь самого Иисуса. Именно чаша. То есть речь идет не о чаше, даже больше о сосуде. Данный сосуд преобразует содержимое в необходимую форму. То есть, допустим, если имеется вода, она будет очищена, если какая-то другая жидкость, соответственно, она тоже будет обладать какими-то особыми свойствами, в том числе, я думаю, что при определенных целях и целебными, и другими средствами. Многие называют чашу Грааля одним из орудий страстей Господня. Как и легендарное копье судьбы, то есть копье римского воина Лангина, которым он проткнул тело распятого Христа. Согласно Новому Завету, на каждое из этих библейских артефактов пролилась кровь Иисуса в последние мгновения его земной жизни. Поэтому, вне всякого сомнения, чашу Грааля можно считать священным предметом, обладатель которого будет наделен поистине фантастическими способностями. На самом деле, так же, как и Ковчег Завета, Грааль является одной из христианских святынь, относящейся к самым наименее понятным святыням в мире. То есть это, как говорят простые обыватели, это обычная миска с гостей. И в то же время это может быть чаша, более, так сказать, такая презентабельная, разукрашенная. Но дальше этого определения никто не идет. Как же сложилась судьба чаши Грааля? Куда она могла подеваться после того, как Иисус был снят с креста на Голгофе и погребен в семейном склепе иудейского старейшина из Аримафеи? Интересно, что и религиозные, и светские историографы путаются в местонахождении этой реликвии. Помещают ее то во Францию, то в Британию, то вообще указывают на Восток. Один из самых первых сохранившихся письменных документов «Иосифа Граале» – роман провансальского поэта Трубадура Кредиена де Труа, сочиненный, если верить историческим источникам, в 1182 году. В романе речь идет о том, что Иисус сразу после окончания ритуала «Тайной вечери» по какой-то причине отдал чашу Иосифу Аримафейскому. После чего Иосиф и его сестра покинули Палестину и отправились в Западную Европу проповедовать христианство. Но в романе нет ни слова о том, что Иосиф собирал в эту чашу кровь Христа, когда в тело Мессии вонзилось копье римского воина. И самое главное, источник ничего не говорит о местонахождении реликвии. Другое предание гласит, что чашу и вместе с ней легендарное копье судьбы тот же Иосиф Аримафейский привез в Британию. Причем некоторые документальные источники указывают даже конкретное место, куда были доставлены эти реликвии – монастырь Гластенберри. В этой английской обители стояла старая часовня. Однако она сгорела еще в 1184 году. Позже на ее месте была построена церковь. Согласно преданию, Грааль замуровали в каких-то немыслимо глубоких подземельях этой самой церкви. Но так ли это? Многие исследователи до сих пор спорят о том, где же на самом деле может храниться священный предмет. Я думаю, в какой-нибудь либо частной коллекции, либо в музей. Но, скорее всего, в частной коллекции. Если под частной, вы понимаете, еще и вдобавок, там, допустим, какую-нибудь масонскую ложу, такую с хорошими традициями, где-то здесь. Необходимо заметить, что христианская церковь даже никогда и не пыталась официально высказываться по поводу местонахождения реликвии. Судя по всему, подлинная история Грааля со временем была забыта или даже подменена теми, кто был посвящен в тайну. Чтобы никто из простых смертных этот таинственный предмет никогда не смог обнаружить. Есть сведения, что в 394 году от Рождества Христова чаша находилась в Иерусалиме, в храме Сиона, возведенном на том месте, где проходила Тайная Вечеря. Возможно, позже она была перевезена в столицу Византийской империи, Константинополь, и хранилась там в одном из православных храмов. Однако дальнейшая судьба святыни неизвестна. В 1204 году в результате четвертого крестового похода Константинополь захватили и разграбили западноевропейские рыцари. При этом нигде не упоминается о том, что чаша попала в земли Западной Европы. Однако есть совсем другая информация. Грааль спрятали в одном из замков на Востоке. То есть получается, что легендарный кубок никогда не был ни во Франции, ни в Англии. Ну а если на Востоке, то где? В начале лета 1926 года на Симферопольский железнодорожный вокзал прибыл очередной пассажирский поезд из Москвы. На перрон сошла толпа курортников с чемоданами. Среди праздно наряженных пассажиров выделялась небольшая группа в полувоенной униформе, но безо всяких знаков отличия. Эти люди быстро прошли на привокзальную площадь, сели в поджидавший их автомобиль, который тут же сорвался с места и вывез незнакомцев в неизвестном направлении. Впрочем, теперь уже можно немного приподнять завесу тайны и рассказать, кто это был на самом деле, а также обозначить маршрут таинственных пассажиров. Из Москвы в Крым прибыла особая научная экспедиция ОГПУ во главе с Александром Барченко. Прежде всего, эзотериком и исследователем паранормальных явлений, а потом уже чекистом. Правой рукой Барченко в этом выезже был астрофизик Александр Кандиайн. Они направлялись в район крымских пещерных городов. И миссия их была строго засекречена. Хотя никаких мероприятий по прикрытию экспедиции местное управление ОГПУ не проводило. На самом деле, у путешествий в Барченко не нужны были никакие официальные прикрытия, потому что в те годы можно было ехать по линии ОГПУ и НКВД абсолютно в любое место Советского Союза, никому ничего не объяснять. То есть это было определенное задание центра Москвы. Так какое же задание Москвы приехал выполнять в Крым Барченко? Официально целью работ было исследование пещер в Бахчисарейском районе. Тогда ходило много легенд вокруг этих мест. Люди рассказывали о странных голосах, слышных на древних развалинах Мангупа и Чуфут-Кале в ночной тишине. То ли плач, то ли шепот, то ли смех, то ли всхлипывание призрачных людей, которые не в силах покинуть место, где, возможно, трагически оборвалась их жизнь. Кроме того, местные жители, пытавшиеся проникнуть в пещеры, не раз отмечали изменения внутреннего психологического состояния и даже непонятные телесные ощущения. Как будто какая-то непостижимая сила, сокрытая в недрах, то ставила перед ними невидимые заслоны, то, наоборот, манила в подземелья. Некоторым, кому удавалось побывать в пещерах, находили там удивительные предметы, свидетельствующие о том, что здесь давным-давно существовала какая-то неведомая цивилизация. Но какая? В Крыму очень много исторических мест, исторических и, самое главное, еще и религиозных. То есть там, где жили древние народы, там те же самые амазонки, там очень много сокрыто разного рода артефактов, там уникальные места в плане природных энергий, там очень много источников, там одно из наших мистических мест планеты. Там сконцентрированы знания, там было очень много цивилизаций, которые оставили после себя очень много следов. Древний Мангупс, историко-географической точки зрения, можно назвать крупнейшим пещерным городом в Крыму. Он занимает плато одноименной горы площадью без малого квадратный километр. Природа сделала это плато прекрасным местом для постройки здесь укрепленного поселения. Оно возвышается над соседними долинами более чем на 200 метров. С трех сторон его защищают крутые обрывы. А главное, плато располагает двумя источниками воды. Люди, конечно, этим воспользовались. Во всяком случае, многочисленные пещеры, сокрытые под скальной поверхностью Мангупа, исследователи считают городом. Причем, не одним в этом таинственном крае. Часть пещер можно назвать скальными и подземными городами абсолютно смело. Причем, они принадлежат к разным эпохам. И к эпохе, например, самых древних, еще до Тавров и до Скифов, и к эпохам Средневековья, к государству Феодора, к Крымской Готии и прочим вещам, которые до сих пор тоже покрыты просто флером загадок. Согласно древним преданиям, где-то еще в третьем или четвертом веках в Крым пришли готы. Они одними из первых среди германцев приняли христианство и имели тесные связи с Византией. Но уже в восьмом веке полуостров захватили Хазары. Готы восстали против незваных гостей, но были истреблены беспощадными кочевниками. Лишь спустя пять веков Мангуп смог возродиться. Город получил статус столицы Крымского княжества Феодору. Правители княжества были в родстве с византийскими владыками, разговаривали на равных с европейскими королями. Однако расцвету государству Феодора не суждено было длиться долго. Город-крепость Мангуп лишь на два десятилетия пережил Константинополь, пав от турецкого оружия в 1475 году. До сих пор в этих краях ходит легенда о маленьком мальчике, родителей которого убили турки, после чего он сбросился со скалы, не желая попасть в руки врагов. Теперь его дух в ночной тьме заманивает на край обрыва чужеземцев, пытаясь отомстить за своих родителей. Другая легенда гласит о том, что все сокровища Мангупа, восставшие против турков горожане, укрыли в пещерах в глубине горы. Причем среди этих сокровищ была какая-то особо ценная христианская реликвия. Турецкий визир Ахмед Паша якобы знал о ней, и долгое время после взятия крепости пытался отыскать сокровища в пещерах. Есть даже легенда, что он упал со скалы во время поисков, и его дух до сих пор бродит здесь в напрасной надежде найти клад. И с этим духом сталкивается каждый, кто пытается проникнуть в пещеры Мангупа. Не он ли сводит с ума исследователей и ставит невидимые препятствия на пути в подземелье? Или что-то другое воздействует на следопытов? Все они встречаются с какими-то неопознанными объектами, то есть какими-то шарообразными или другой формы, какими-то предметами, которые там просто живут. Живут как одна из форм жизни в дальних углах этих пещер, грубо говоря. Похоже, что с подобными странными событиями в пещерах Мангупа столкнулась и экспедиция Александра Барченко в 1926 году. Вполне вероятно, что эксперты по эзотерике и паранормальным явлениям из особого отдела ОГПУ были к этому готовы. Обладая определенными знаниями и опытом, они могли обходить как физические препятствия, так и различного рода заклятия и наветы. Кстати, об истинной цели раскопок миссии ОГПУ в Крыму стало известно спустя несколько десятилетий, когда астрофизик Александр Кандиайн в частной беседе признался. Они искали некий чудесный камень, который многие сотни тысяч лет тому назад упал на Землю с созвездия Орион. А теперь вспомним, что святой Грааль по версии некоторых исследователей представляет из себя таинственный кристалл Ориона. Не тот ли это камень, который, согласно библейским легендам, выпал из короны поверженного Люцифера? А затем якобы его подобрали ремесленники и превратили находку в нечто, напоминающее чашу или кубок. Но удалось ли его обнаружить Барченко в пещерах Мангупа? Или нет? Тот артефакт, который он искал, он не нашел, зато он нашел элементы или письменности, либо знаний и столкнулся с сущностями, которые там могут быть. То есть он получил определенную роду информацию. Какую информацию мог получить чекист и эзотерик Александр Барченко, когда находился в пещерах Мангупа в 1926 году? Возможно, он выяснил, что святой Грааль все-таки не кристалл Ориона. А что же тогда это такое? Чаша? Или вообще что-то другое? Кстати, а почему он отправился на поиски этой реликвии именно в Крым? По Крыму всегда у различных инстанций и до, и до, и до советских, и в царское время была обширная информация о том, что в Крыму существует подземный мир, который отличается, очень сильно отличается от остального привычного мира и других обычных пещер, которые есть в других местах. То есть что-то находилось там, о чем-то проникли и просочились такие слухи, которые заставляли спецслужбы еще в 19-м и даже, можно сказать, в екатерининские времена знали о том, что там происходит что-то необычное. Но Барченко, похоже, знал что-то еще. Он скрупулезно изучал древние легенды и мифы и всегда безошибочно выделял из этих преданий необходимую для исследовательских работ информацию. Поэтому логика размышлений Александра Барченко была такова. Если придерживаться предположения, что какое-то время Грааль находился в Константинополе, а после разграбления города крестоносцами исчез и, согласно легенде, оказался в неком таинственном восточном замке, то не Мангуп ли это? Вероятно, Барченко получил именно такую информацию, когда исследовал легендарный пещерный город. Во всяком случае, он наверняка разгадал загадку так называемой «золотой колыбели». Она была изображена на гербе княжества Феодора. О том, что могла собой представлять Мангупская золотая колыбель, высказываются разные мнения. Одни считают, что это была купель из чистого золота, подаренная феодорийскому князю московским царем Иваном Третьим. Другие видели в ней сходство с колыбелью Чингисхана. Однако Барченко, скорее всего, заметил одну важную деталь в росписях пещерных храмов, оставшихся со времени существования государства Феодора. В них часто присутствует мотив чаши колыбели с младенцем. В христианской традиции ребенок в чаши символизирует Христа. Кровь распятого Христа, как мы помним, была собрана в чашу. Чаша, значит, она содержала след этой крови. То есть, с физической точки зрения, с вещественной, ну, кровь испарилась, там, засохла и так далее. Только след, информационный след. Ну, все мистики, ну, в подавляющем большинстве огромном считали, что чаша и копье, кстати говоря, они дают власть. Это очень нехорошо, но вот под власть они понимали владычество над миром. Возможно, что такой интерес к Граалю и заставило ГПУ отправить в Мангуп Барченко. Надо заметить, что экспедиция снаряжалась по личному указанию Феликса Держинского. Но, как известно, Барченко реликвию не обнаружил. Позже его объявили врагом народа и расстреляли. После чего к Мангупу интерес чекистов остыл. Во всяком случае, это официальная версия. Однако за всей этой историей, как выяснилось, полтора десятилетия спустя, пристально следили спецслужбы Третьего рейха. И даже есть предположение, что результаты раскопок Барченко были известны в Берлине. Якобы в начале 30-х годов 20-го века сотрудники Лубянки обменивались с коллегами из немецкой разведки какими-то данными по паранормальным явлениям, в том числе крымскими. Правда, такое предположение, по мнению некоторых исследователей, бездоказательно. Хоть отношения между нашими странами именно в эти годы были достаточно теплыми, но не настолько, чтобы спецслужбы двух стран настолько откровенно обменивались информацией о найденных артефактах, тем более в Крыму, которые немцы всегда считали своим. Действительно, Крым немцы всегда считали своим, так как изначально его обживали древнегерманские племена Готов. Когда началась Великая Отечественная война и нацисты оккупировали полуостров, Адольф Гитлер приказал отправить в Мангуб специальную команду исследователей для поиска в священной реликвии. Фюрер, склонный к мистике, хотел в полной мере воспользоваться легендарными магическими свойствами этого сосуда. Ранее в Венском музее Хофбург нацисты нашли копье римского центуриона Лангина, которым он пронзил тело Христа. В этом артефакте руководители Третьего рейха также видели источник магической силы. Гитлер полагал, что копье поможет ему победить в войне своих врагов – СССР, Америку и Великобританию. В 1942 году в обстановке строжайшей секретности немцы развернули в Мангубе свой поисковый лагерь. Руководил экспедицией группенфюрер СС Отто Оллендорф. По его приказу были осмотрены храмы караимов, мавзолей дочери хана Тахтамыша Джаники Аханум и многочисленные пещеры. Искали и в татарских мечетях, и в руинах старых церквей, и в развалинах крепости Керменчик. Однако грааль немцы так и не нашли. Не могут его найти и современные кладоискатели, которые каждую весну приезжают в Крым и тайными тропами идут к пещерам Мангупа и Чуфут-Кале. А дальше пытаются проникнуть в подземелье. Но, как правило, эти попытки оказываются тщетными. Большинство ходов в пещеры либо тщательно кем-то скрыты, либо завалены камнями. Их просто так почувствовать и пройти нельзя. То есть они охраняются. Охраняются и физическими какими-то там преградами, да, которые сейчас сложно сдвинуть или там почувствовать, найти. Ну, в том числе и энергетически, какими-то духами теми же самыми. По всей видимости, тайна чеш и грааль раскрыта будет не скоро. Должно пройти очень много времени для духовного и нравственного очищения человечества. Слишком большой силой обладает священная реликвия, чтобы оказаться в руках нечестивцев и властолюбцев. Поэтому, пока мы не избавимся от подобных пороков, грааль будет оставаться всего лишь библейской легендой. Субтитры создавал DimaTorzok